Всем здравствуйте, меня зовут Евгений Донец, и вы смотрите Честный Обзор. У меня сегодня iPad 10-го поколения, и слушать от меня о его недостатках будет максимально интересно, просто потому что я не перевариваю технику Apple. А так-то в целом планшет реально хороший, за свои деньги он имеет нормальный 2К дисплей фактически, IPS-матрицу без эффекта шим, тот самый, который рябит по глазам. У него интересный и красивый такой дизайн, шикарный стереозвук, самый лучший, который я слышал. 4 динамика здесь. Вы не поверите, но сюда поставили наконец-то USB Type-C на зарядку и Touch ID, то есть сканер отпечатка пальца. Посредственные, конечно, камеры по 12 мегапикселей, что та, что другая, но зато снимают 4К и 60 фпс. По автономности здесь вопросов нет, работает 8-10 часов, заряжается, правда, долго, 2 часа 45 минут, 20-ваттник у него. Для игр не хватает мне, конечно, вибраций, которые у этого планшета просто отсутствуют, как и вода, пыли, непроницаемость. Но яблочникам на все это по барабану они все равно купят. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на честный обзор и полетели. Вы правильно сделали, что остались. iPad 10-го поколения интересное устройство и очень популярное. Поэтому от кого еще можно услышать о его недостатках, как от человека, который не любит Apple? Это я о себе. Я не то, чтобы его не люблю, но именно сам бренд. Мне не нравится то, как они подходят к работе. То, как они создают препятствия там, где их быть просто не должно. К примеру, дурацкий шнур Lightning или поддержка Apple Pencil первого поколения у данного планшета, при этом с зарядкой, которая сюда не вложена. То есть зарядка здесь другого поколения уже. Но ерундой же откровенность занимается Apple. Но есть, конечно, и плюсы. В целом планшет хороший. За свои деньги он, конечно, ну неплохой. Но он не должен стоить так дорого. Я думаю, что за эти деньги можно найти что-то поинтереснее, но на Android. Но опять же за это меня могут забросать помидорами уважаемые яблочники. Кушайте свои яблочки и начинаем с распаковки. Ну что, народ, давайте посмотрим на этого красавчика. Это же iPad, тот самый. На борту у меня 64 гига. Этот планшет на 4,64 я приобрел в магазине kasla.ru, который находится в Питере, но продает по всей России. В этот ценник покупать нормально. И, кстати, вы заметили, что теперь Kasla работает с техникой Apple. В технике Apple я профан, поэтому долго не мог допытаться. Какое название у этого iPad? Десятое поколение, десятое поколение. Что за название такое десятое поколение? Ну так называется. Открываем. Вынимаем. Здесь внутри только инструкция. Шнур для зарядки. Это, кстати, не Lightning. А что же вы не поставили сюда свой Lightning, если настаиваете на том, что он такой классный? Здесь с двух сторон. USB Type-C. Спасибо, ребята. И блок питания. У меня какая-то китайская версия получается. Ну, в общем, не та, что используется в России. Ну, нормально. Эта зарядка на выходе выдает 20 Вт, что для большого достаточно аккумулятора маловато, поэтому он и заряжается. 2 часа 45 минут. Планшет работает без перерывов на обед примерно 8-10 часов. Нормальные показатели, такие средние. Вынимаем. Ну что, по ощущениям он очень тяжелый, красиво блестит яблочко. Не знаю, насколько эта поверхность хороша и стоит ли носить ее без чехла. Материалы, из которых изготовлен планшет, это, насколько я понимаю, алюминий. Но на самом деле, какая разница, из чего он там изготовлен, если этот алюминий находится под слоем краски, которая, естественно, обдирается и царапается. Грубо говоря, алюминий нужен для чего? Для того, чтобы быть износоустойчивым, в отличие от пластика. Тогда не нужно покрывать его краской. Нужно как-то обрабатывать, чтобы это был голый металл, и тогда мы будем его ощущать. Но цвет будет один и тот же. Зато, насколько износоустойчиво, и никакие чехлы вам тогда точно не нужны. Ну, визуально планшет и планшет как бы, ничего особенного, только очень тяжелый. То есть в руке его держать вот так, если просто читать будешь, то руки реально устанут. Еще один маленький недостаток, который можно считать существенным. В нем нет никакой пыли и влагозащиты. Сидишь в ванной, смотришь киношку, уронил, до свидания, 35 тысяч. Здесь мы видим камеру и микрофон. Обе камеры у данного планшета на 12 мегапикселей. Причем одна расположена здесь в углу, а другая посередине. Не так, чтобы симметрично. Типа одна здесь, а другая здесь, только с другой стороны. Это все легко объясняется. Во-первых, здесь она расположена там, где удобно, по каким-то причинам. А здесь там, где удобно, по человеческим причинам. Вы, когда разговариваете в зум-конференции, вы смотрите вот так и держите планшет таким образом. Соответственно, хочется, чтобы вы были посередине кадра, а не смотрели куда-то вбок, как это было раньше. Здесь просто компания, наконец, допетрила что. Верхний торец, или он же левый торец, это два стереодинамика и кнопка питания. Недавно я снимал обзор на iPhone 14 Pro Max. И многие iPhone-идолопоклонники сказали, что я вытягивал какие-то минусы из пальца. Что Lightning разъем, это все отлично, ты ничего не понимаешь. А сканер отпечатка пальца, это вообще устаревшее позавчерашнее что-то. А почему тогда в новом планшете поставили USB Type-C, если Lightning это прямо One Love? А почему тогда сюда поставили вот этот так называемый Touch ID, а по-русски говоря сканер отпечатка пальцев, если это устаревший позавчерашний день? Может быть Apple все-таки это где-то отстающая от мира компания, которая не понимает, что все-таки легче разблокировать смартфон и планшет, не глядя в камеру, поднимая перед собой, а просто коснувшись кнопки питания? А? Но, конечно, поклонников Apple этими словами тоже ни в чем не убедишь. Все равно я буду не прав, как и всегда. Нижний торец, он же скорее всего правый торец, это два стереодинамика USB Type-C разъема для зарядки и передачи данных. USB Type-C, который здесь встроили, он поддерживает подключение наушников через специальный переходник, либо наушников с таким выходом, а также здесь есть возможность подключить даже внешний монитор, насколько я знаю. Правый торец, он же верхний торец, содержит кнопки регулировки громкости. Нажимаются они хорошо, легко и приятно. Левый торец, он же нижний торец, содержит только вот три таких штучки. Непонятно, что это. Это контакты, наверное, для зарядки какой-то. Вот ставишь, наверное, и заряжаешься. Или что это? Напишите в комментах. Дисплей у этой базовой версии iPad 10-го поколения IPS. Разрешение приблизительно 2К. У него нет шим. И это потому что IPS, как вы понимаете. Есть один маленький недостаток. Короче, когда вы берете в руки, сначала вроде бы ок. Все плавно и красиво, но между стеклом и жидкокристаллическим дисплеем есть воздушный зазор. И он как бы в аквариуме провален. Это очень странно. Ты поначалу думаешь, что вообще? Что это такое? Как работает? Неприятно. Вот здесь какой-то косяк. Apple всегда хвалились тем, что картинка как живая, ее можно потрогать. Здесь такого эффекта точно нет. Она провалена куда-то внутрь. Я, кстати, ни одного планшета не видел, где вот такая же ерунда. Вы заметили, что я вам не сказал, что у него есть еще и селфи-камера для звонков или переговоров. Она вот здесь, справа или на верхнем торце. Под определенным углом света вы сможете ее рассмотреть. Здесь микрофон и селфи-камера. Если положить iPad 10 на ровную поверхность, то он не будет ровно лежать из-за выступающей слегка камеры. Но это конструктивная особенность, с нею придется смириться. Опять же, это все нивелирует чехол, который вы наверняка приобретете. Как видите, у планшета толстенные рамки. И он по дизайну напоминает планшеты 2010-х годов. И толстые, и тяжелые, и рамки толстые. Данный планшет поддерживает слой электронного сенсорного пера. То есть ручка, которая может писать по экрану. Это удобно, я это использую в Samsung с 2014 года. Здесь это называется Apple Pencil. Так вот, прикол в том, что этот Pencil, ну, во-первых, он отдельно идет, продается. Во-вторых, он заряжается от разъема Lightning. А здесь стоит USB Type-C. А поддерживает этот планшет только старого поколения первого, тот самый Apple Pencil. Получается, для того, чтобы пользоваться здесь этим самым пером электронным, необходимо докупить еще одно зарядное устройство с разъемом Lightning. Потому что вот эта, местная зарядка, туда не подходит. Ну, бред какой-то. Либо можно использовать переходник, который стоит примерно 10 долларов. Еще докупать что-то, чтобы пользоваться пером. На мой взгляд, Apple это максимально капризная компания. Мы хотим так и вот так. Мы сегодня не в настроении. Где забота здесь о пользователе вообще в принципе? А теперь давайте продолжим изучение iPad 10-го поколения. Первое, что видно, это действительно очень плавный интерфейс. Посмотрите, какая плавная картиночка. Этим хвалится всегда iPad. Но скажу вам, что Android уже давным-давно делает не хуже. Открываем настроечки. Смотрим. Для тех, кто не в курсе, у iPad своя операционная система, которая отличается от айфоновской. Называется iPadOS 16 1.1, насколько мне помнится. Настройки абсолютно классические. Дисплей не самого высокого разрешения в плане плотности пикселей. То есть я вижу пиксели и цвета какие-то не очень яркие. Да и плавности немножко вроде как не хватает. Плотность пикселей здесь невысока. 264 ppi. Если присмотреться, то их видно. Но не прямо огромные, то есть смотреть можно. Картинка плавная, но всего лишь 60 Гц. Сегодня актуально хотя бы 120. В менюшке экрана яркость вы не сможете поменять частоту обновления дисплея. Ну то есть герцовка, она вот какая есть, такая и есть. Диагональ дисплея 10,9 дюйма. Соотношение сторон не идеальное, но вполне нормальное для любых задач. В том числе для просмотра кино. Оно будет естественно с полосками. Вы заметили, что здесь есть Touch ID и код пароль. То есть можно ввести отпечаток пальца и сканер будет работать и разблокировать таким образом iPad. Забавно, что у планшета нет вибраций. Хотя кто вам сказал, что она не нужна в планшете? Я не согласен. Она очень даже нужна. В общем стандартное меню. Шим, стекляшка все обликует, потому что это глянец и на солнце вам будет все отражаться. Читать книгу не получится. Да к тому же и максимальная яркость у этого дисплея 500 нит. Это недостатки IPS. При этом плюсом является то, что он не вредит вашим глазам. И вот здесь мы с вами подошли к важному вопросу. А есть ли шим у данного дисплея? Казалось бы, Евгений, IPS какой шим? Что ты несешь? Однако это не так. Недавно мы обнаружили, что компания Samsung даже в IPS дисплеях умудряется встраивать подсветку на заднем фоне жидкокристаллического слоя, у которой есть шим. Давайте проверим. Мы все с вами знаем, что IPS не гарантирует отсутствие шим. Давайте замерим, есть ли здесь хоть какой-то шим. А такое вполне возможно. Итак, смотрим. Шима здесь нет. А если уменьшить яркость? Я уменьшил яркость и проверяю еще раз на всякий просто случай. Я уже ничему не доверяю, только вот так. Да, шим полностью отсутствует. Фух, повезло. У данного дисплея нет шим от слова совсем. То есть он нисколько не вредит вашим глазам. Яркость у дисплея, кстати, не очень большая. То есть нужно выкатывать на полную и то по глазам не бьет. То есть это какая-то, ну блин, обычная яркость. Да, в этом плане AMOLED, конечно, круче. Но, камон, ребята, AMOLED убивает ваши глаза. А вам же не хочется портить свое зрение, когда вы смотрите в планшет. Поэтому правильное решение поставить вот IPS. И, кстати, вот на этой яркости выше среднего мне наиболее комфортно. А это значит, что эта яркость будет больше высаживать батарею. И не очень-то уж и ярко, если честно. Хотите 2000 рублей в подарок на покупку этого планшета? Тогда оформите кредитную карту Альфа-банка по ссылке в описании. Пользуйтесь ею в беспроцентный период использования. И тогда ничего не переплатите. А еще, как только вы рассчитаетесь хотя бы раз, 2000 упадут вам на счет. Мелочь, а приятно. Давайте теперь откроем меню верхней шторочки и посмотрим, что здесь есть. Здесь все как обычно. Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop для передачи файлов. Относительно связи, в моей версии только Wi-Fi двух диапазонов. 2.4, 5.0. Но есть версии, в которые можно поставить eSIM и nanoSIM. Они, наверное, были бы получше. Хотя я не понимаю, зачем это нужно. Можно всегда сделать раздачу Wi-Fi с вашего сотового телефона. Причем, что примечательно, Bluetooth в версии 5.2. Это значит, что, по идее, можно было поставить HD кодеки для воспроизведения звука по Bluetooth. Но здесь стоит что-то вроде AAC и SBC. То есть кодеки низкого разрешения. Качество MP3. Ну, если говорить проще. Версия с Wi-Fi не поддерживает GPS. Она использует для ориентирования сети Wi-Fi, компас и прочее. Уходим отсюда и переходим в камеру, чтобы посмотреть, какие настройки позволяют нам здесь. Опции камеры это вообще отдельный прикол. Они спрятаны куда-то глубоко. Нужно зайти в настройки, выбрать настройки камеры и затем только поменять разрешение. Почему вы спрятали это туда? Почему не вынести это в то место, где, когда включаешь камеру, можно переключить, было бы разрешение, как у любого Android устройства? Нет! Те, кто использует технику Apple, должны мучиться. Режимы в камере минимальное количество. Это видео, фото, замедление, таймлапс. Ну, короче, смотрите вот сами, что никакого портретника, ничего здесь нет. Из-за этого я вообще сначала подумал, что здесь все автоматическое. Выбирается определенная частота кадров в зависимости от освещения. Ночью будет удобно снимать на 30 кадров в секунду, чтобы получше цвета получить, а днем при ярком освещении 60. А здесь действительно есть автоматическая регулировка. Но лучше, конечно, ставить вручную всегда на 30. При таком посредственном качестве камер это самый актуальный вариант. Обратите внимание, что угол у камеры основной недостаточно широкий. То есть, как будто близко находящийся предмет становится огромным, больше, чем он на самом деле. Ну, может быть, еще и за счет экрана. А вот что касаемо селфи-камеры, то здесь, конечно, ситуация другая. Влезаю я, причем вы можете видеть, что вполне себе хорошо. Угол широкий, и это значит, что мы имеем возможность поместить много в этой картинке. Ну, и удобно будет для переговоров. Обе камеры планшета имеют разрешение 12 мегапикселей. Причем та, которая на селфи, направленная на меня, фронталочка, она не имеет автофокуса. Фронталка поддерживает максимальное разрешение видеозаписи. Full HD 60 кадров в секунду. Основная же камера поддерживает 4К 60 фпс. Ну, более-менее актуальное разрешение. Единственная проблема, что у нее светосила низкая. И вам все время придется использовать 4К 30 фпс по понятным причинам. А еще 4К здесь лучше вообще не использовать, потому что объем памяти 64. Немножко поснимаете, и она закончится. Здесь, получается, вообще нужно ставить что-то типа HD 720 и 30 фпс. Съемка Full HD 30 кадров в секунду. Я не вижу, чтобы работала стабилизация, если она вообще существует здесь. И, камон, я не вижу переключения между объективами. И также я не замечаю сейчас возможность переключения на другую частоту кадров. Камера просто есть, лишь бы была. Друзья, ну вот посмотрите сами, когда я иду и снимаю, да? В кадре-то у меня все трясется. А когда я остановлюсь для того, чтобы показать вам видео, там как будто бы и стабилизация работает, видите? Поэтому я вначале сказал, что есть стабилизация или нет, непонятно. Вот такая система у iPad, наверное, чтобы мы старались поменьше трясти. Меньше работы для стабилизаторов. Привет, это Жора Князь. Снимаю сейчас Full HD 30 кадров. Ну, вроде стабилизация отрабатывает. Но могли бы сделать что-то поинтереснее, на самом деле. Ничего сверхъестественного я не вижу. А так, вроде неплохо. Видеосъемка Full HD 60 кадров в секунду. Стабилизацию, когда я сейчас снимаю, не видно. Но, скорее всего, на видео она будет уже видна. И картинку вы будете видеть стабильной, с небольшими дрожаниями. Селфи-камера Full HD 60 FPS. Вроде бы картинка неплохая. Фокусировки нет. От автофокуса на камере. При видеозвонках отслеживает твое лицо. То есть угол широкий. Следит как бы за тобой. Цифровой способ. Видеосъемка 4K 30 FPS. Съемка 4K 60 кадров в секунду. Можете посмотреть на детализацию, если вам что-то видно, конечно. Ну, картинка стабилизируется и, соответственно, кропается. Это не суперудобно. Ночная съемка Full HD 30 кадров в секунду. Картинка как будто шумная. Все трясется. Посмотрим, как это будет выглядеть в готовом результате. Ночная съемка Full HD 30 кадров в секунду. Картинка... Своё изображение я вижу вроде неплохо. То, что происходит за мной, кажется немного размытым. Все-таки это iPad. Скорее всего, он не предназначен для видеосъемки. Но посмотрим наш прекрасный город. Съемка Full HD 60 кадров в секунду. Отмечу такой факт, что не очень удобно переключаться между режимами съемки. Нужно выходить и заново в настройках где-то что-то переключать. В этом плане и на iPhone, конечно, удобнее. Это можно сразу же все в режиме камеры сделать. Что по качеству? Картинка стала хуже. Шума добавилось. Тот же режим Full HD 60 кадров в секунду. Но на селфи-камере. Картинка шумит. Фокус явно не звенящий. Вижу себя размыто. То, что происходит за мной, тем более. Ну, такое. 4К 30 кадров в секунду. Разницы особо я не вижу с Full HD 30 кадров в секунду. Картинка вообще не поменялась. В принципе, все то же самое. Дратите. Селфи-камера. Вроде ставила 4К, но нигде нет никаких обозначений. То есть, я не понимаю, 4К это или нет. Ну, будем рассчитывать, что это он. Разницы также я не вижу. То есть, в принципе, что Full HD, что 4К. Одно и то же. Друзья, это надо видеть. Давай отойдем, чтобы не было людей. И вот они, целый детский сад. 4К 60 кадров в секунду. Дай сюда, я снимаю. Итак, продолжим. 4К 60 кадров в секунду. Шума стало больше. Фокусировка явно ухудшилась. Вывод такой. Вечернее время. 4К 60 кадров в секунду. Лучше не снимать. Я когда начал снимать, я подумал, что стабилизации нет, потому что картинка вся тряслась. Ладно, стабилизация здесь есть, но только цифровая. В общем-то, планшет, он и не создан для фото, видео, как, например, тот же iPhone 14 Pro Max, где камера действительно на хорошем, высоком, профессиональном уровне. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У планшета просто великолепного качества стереозвук. Потрясающий. Звучит, ну, я не знаю, великолепно. На 10 из 10. Звук у планшета просто потрясающего качества. Все знают, что я сижу на Самсунге, но я признаю, что Apple делает более качественный звук в своих планшетах и в смартфонах на порядке лучше, чем у Самсунга. Я надеюсь, что этот намек для компании Самсунг дойдет туда, куда нужно. Когда вы смотрите мой обзор, вам кажется, что вроде бы приятно, да, игра воспроизводится. Но на самом деле, вот если ты на планшете смотришь своими глазами, то пиксели крупноваты. Это не потому, что не вывозит планшет. Как видите, лагов-то нет. Ну, по крайней мере, пока. Я их не вижу. Все супер пока что. А, ну нет вообще. А, опять же, это может казаться лагами. Невысокая частота кадров. Потому что просто, когда все укропнено, это совсем другая история. Но нужно прямо хорошо поиграть, чтобы увидеть какие-то здесь лаги. Вот. Цвета бледноватые. Плотность пикселей вы сейчас сами наблюдаете. Я приблизил картиночку и нашего персонажа максимально. Пикселечки. Это кто у нас там бегает? Ой-ой-ой, исчезло. Процессор здесь A14 Bionic. Он вытягивает все крутые игры, несмотря на 4 гига оперативки, что, несомненно, мало, особенно за эти деньги. Но пользователь Apple, конечно, возразит. Ты знаешь, какая там оптимизация? На самом деле, оптимизация у Apple — это чистый фейк. Он просто гасит все фоновые процессы. Samsung будет делать все разом. Отправлять видео, сжимать видео, делать что-то еще. Этот делает либо одно, либо другое. Загрузил PUBG Mobile и посмотрим, насколько плавно движется самолет, насколько идет хорошо прорисовка графики. Средний. Не сказать, что это прямо супер. Просто, когда мощный телефон, то я вижу здесь гораздо более плавную картинку, что ли сказать. Специально поднес персонажа поближе к вам, чтобы вы могли оценить качество графики более-менее. Вы же понимаете, что непросто показать графику через монитор или через камеру. Смотрите, тормозов-то нет вообще. Класс. Да, играть можно получается. Интересно, как этот процессор поведет себя при продолжительных игровых тестах. Я не геймер, с меня это не спрашивайте вообще никогда. Я смотрю, как игра запускается, как она ведет себя в начале. Меня не хватает даже на 10 минут игрового процесса. Мне это не интересно. У меня гораздо более интересные дела есть, чем тратить время на игры. Правда. Ну, вы поняли, да? Что все ок, играть можно. Подводя итоги, скажу честно, что планшет он неплохой. И за 35 в принципе брать его можно. Хороший дисплей, не бьющий по глазам, не имеющий шим. Диагональ нормальная. Высочайшего качества стереозвук. Он тянет серьезные игры. Это важно для многих. Но не для меня, конечно. Относительно камер полный провал. Относительно автономности. Все хорошо. Короче, брать рекомендую. Даже я мог бы его купить, если бы мне нравилась эта техника. Но я его не куплю, лишь потому, что у него есть воздушный зазор между стеклом и жидкокристаллическим дисплеем. Что это? Зачем? Короче говоря, сами решайте для себя. Он недорогой для своих характеристик. А на сегодня это все. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на честный обзор. Меня зовут Евгений Донец. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok